Мы с Костей собираемся по делам и на прогулочку. Сегодня у нас погодка такая, видите, пасмурная. 18 градусов, по ощущениям 14. Я одела свои любимые джинтики с высокой посадочкой, покупала их в Айкике. Очень классные, брала их очень-очень дешево. Они были последние. Вообще, конечно, думала, что я в них не войду, но всё обошлось. Это моя суперлюбимая маечка. Я покупала её в Пулбире тем летом. Я жду, когда ещё будут акции, чтобы в Пулбире купить ещё маечек, потому что они очень классные и вообще несносные. И одеваю свою курточку. Брала я её в Заре тоже в том году на акции. Она, видите, цвет маечки. И у меня будет чёрные кроссовочки Риббок. Так, видите, курточка. Это вообще мне очень-очень нравится. Она такая яркая, но в моём случае её надо носить только с джинсами или со штанишками с высокой посадочкой. Но я ей довольна. Очень-очень классно. Конечно, если бы мне её ещё в химчистке бы не подпортили. Но тоже брала. Я всегда, ну, стараюсь всё покупать, в принципе, на распродажах за какие-то там, знаете, по сравнению с нераспродажами копейки. Пришли на рынок за клубничкой. Ягодками выбираем. Купили уже клубнички. Черешня, клубничка уже наша белорусская. Попробовали. Очень вкусная. Так, наша клубничка. И... И... Черешня. Пришли с Костей с магазина. Были в Грине. Там сейчас акции 50%. Значит, мы купили на акции вот такое вот мороженое. Мы его уже пробовали. Оно нам очень-очень понравилось. Так, Костя, складываю в холодильник, чтобы не растало. Только не в этом пакете складываю, а без пакета. И взяли этой же фирмы вот такое мороженое. Тоже оно идёт многослойное, вкусное. Мы ничего не готовили. Сейчас на обед переходящий у нас уже ужин, потому что мы не обедали. Мы взяли в Грине вот такие вот готовые наборы. Каша гречневая и куриные наггетсы. Мы уже такие брали. Они, в принципе, вкусные. Взяли на скидки Принглс. Вот таких вот обычных йогуртов. Фрутис. Обожаю вот такой вот сыр. Взяли на пробу молочный шоколад с какао. Идёт, получается, для блинчиков, оладушек, к мороженому, к выпечке. В общем, можно ко всему. Попробуем. Я думаю, будет вкусно. Далее Костя набрал разных приправ для курицы. Для чего? Для спагетти и макарон. Так, ещё тут. Для курицы и для курицы. Приправы. Можешь их уже складывать. На пробу от нашего белорусского производителя Ганна. Взяли деликатес от бабушки. Паприка, петрушка, сельдерей. Получается, из мяса птицы. Вот такой вот. Ни разу я такой не брала. Взяла на скидки Ферри. Мне этой бутылки хватит, наверное, на полгода. Взяла себе на скидки шоколадок к чаю. Взяли вот такие бантаришки. И квас. Так, далее. Второй пакет. В основном у нас такие сладости. Второй пакет. Взяли освежитель. Вот такое какое-то испанское печенье. Большую пачку чокопая. Вот таких вот разных Донисима я взяла с различными вкусами. В принципе, они вкусные. Йогурты тут взяла, я не помню, штук, наверное, шесть. Они тоже были на скидке 50-процентной. Костя таких йогурта два зовут, расъедает. Поэтому я уже набрала. Так, далее. Взяли такой вот чай. Был на скидке. Для вечернего чаепития. Он чёрный, с ароматом... Ой, я не вижу. Бергамота. Так, далее. Ещё взяла фруктистов, йогуртов. Три упаковки макарон барилла. Я всегда беру на скидке. Они, в принципе, три одинаковые. И взяла на пробу. Было на акции 50-процентный. Такой шампунь. Восстановление структуры волос. Он украинский. И такой же бальзам. Тоже стоило за копейки. У меня заканчивается шампунь. Я решила взять. Это наши все покупочки. Как я вам уже показывала. На рынке мы взяли клубничку. Это наша уже брестская. Большая, красивая. Взяли абрикосов. Мы уже всё попробовали. Всё сладкое. И взяли черешни. Так, помимо еды, мы сегодня купили классное постельное. На пробу. Это родителям. Получается сатин. Евро. Вот такой вот классный рисунок. Производство. Турция. Тут пододеяльник. Простыня. И наволочки по 2 разных размеров. В общем, очень классное. Искала я по инстаграму. Очень много подписчиков. 104 тысячи. И хорошие отзывы, комментарии на это постельное. Посмотрим, как будет в использовании. Если реально хорошее. Потому что оно стоит недорого. 45 белорусских рублей. Если оно классное, то тоже себе такое купим. Хотели взять просто на резинки. Но рисунки были какие-то такие не очень. Вот этот такой вот. Смотрите, красивенький. Так, погодка у нас отвратительная. 10 градусов. Ужасно. Должен быть дождь. Я готовлю сегодня щи из молодой картошечки. Капусточка. И обычная заправка для щей. Сейчас закину капусточку. Хочу еще конкретно запечь курочку. Она у меня разморозилась. На 2 часа я ее замариную. И буду запекать, чтобы на неделе была еда. Чтобы я на неделе с едой не заморачивалась. Сегодня у меня в планах. С утра я там занималась своими делами. Сейчас. Так, где свет? Свет, свет. Сейчас я все приготовлю, замариную. Нужно убраться в комнате. Вчера я убиралась на кухне. Сегодня уборка у меня в комнате. И стирку, в принципе, я все среди недели постирала. Ну, в общем, супер. Каких-то планов нет. Нужно собрать, заняться уборкой. Посмотреть там. Перебрать пару вещей. Сложить. Ну, чтобы так же на неделе этим не заниматься. Попылесосить квартиру. Помыть полы. Ну, и готовка. В принципе, все. Завтра уже рабочая неделя. Чем мы будем приправлять нашу курочку? Вот такая вот приправа. Мы вчера купили для курицы. С любовью из Узбекистана. Добавлю ее. Так, что у нас еще есть? Сейчас посмотрим. Также у нас есть для курицы вот такая. И добавлю черный перец еще. Где-то он у меня тут должен быть. Черного перчика. И, в принципе, немножко совсем майонеза. Надо мне уже закидывать капусту. Все приправы добавила. Конечно, неудобно. Ну, сейчас размешаю. Буквально на пару часиков. И все это буду забрасывать в духовочку. Тут приготовить, в принципе, гарнир какой-нибудь для курочки. И все. Потому что, ну, я так подумала, лучше я с воскресенья буду готовить на неделю побольше, чтобы не каждый день готовить, как я готовлю. А чтобы этого хватало на больше дней. В принципе, курочка отличная. Супчик, как обычно, получился отличный. Я всегда даю супу еще настояться. И сейчас с Костей будем уже кушать. Чуть попозже поставлю молодую картошечку в духовку вместе с курочкой. Всем привет или не привет. Не знаю, это новое видео или старое. Я как-то давно не снимала. Не знаю, мне не хотелось. Я снимаю видео, укладываю тогда, когда... Ну, у меня есть какой-то к этому позыв. Поэтому немножко от этого решила отдохнуть. Сегодня пятница. Мы с Костей заказали пиццу, разные закусочки. Вот сейчас ждем доставки. Будем кушать пиццу. Я тут смотрю различные влоги, сериальчики. У нас неделя жары под 30 градусов. Но при том резко может похолодать. Резко может начаться там дождь с громом, с молнией. Каких-то супер новостей новеньких у меня нет. Поэтому буду сегодня отдыхать. Завтра я иду в торговый центр. Начались распродажи в Заре, Бершке, Страдивариусе, Пулбире. Мы вместе с вами пойдем и посмотрим, какие распродажи вообще, что за вещи. Я хочу что-то себе посмотреть на лето, что вообще продается. И возможно что-то купить. И какие распродажи, какие цены. В общем, все вам расскажу и покажу. Так, значит, что мы заказали. Одна пицца у нас будет острая. Там какая-то Арира. Не знаю. Ну, в общем, острая должна быть. Запах вообще невероятный. У нас тут такой мини-столик. Вторая пицца. Я ее обожаю. Это цыпленок в кисло-сладком соусе. Тут эти приборы. Рекламка какая-то. Хочу вот попробовать все. Картофель из печи манит. Соусы различные. Ну, в общем, кисло-сладкий цыпленок. Это просто мой фаворит. Вот серьезно. Это моя, наверное, самая любимая пицца. Она очень классная, вкусная. Так, две пиццы. У нас столик такой небольшой, но я сейчас все расставлю. Дальше заказали додсер какой-то, додстер. Ни разу не заказывали. Это типа как какой-то лавашек. А, состав. Тортилья, сыр, томаты, филе куриное, соус, чипотели. В общем, какая-то вкусная штучка. И ни разу не брали. Взяли на пробу. И также на пробу еще заказали... Так, это что у нас? Это что у нас? А, картофельные оладьи. Сейчас посмотрим. Открою. Покажу вам. Они тоже должны быть вкусные. Сейчас, сейчас, сейчас. Оп. Неудобно одной рукой. Вот. Тут их восемь штучек. Вот такие картофельные оладьи. Сейчас будем кушать. Если кто-то кушает, приятного вам аппетита. Всем с добрым утром. Сейчас буду себе готовить завтрак. На завтрак у меня будет мяско. Пожарю. И яичинку. Что-то яичь мне захотелось. Утром же, как обычно, попила воды. Вот. С утра у меня есть кое-какие дела. Надо снять стирку еще. Поставить стирку. Есть еще даже рабочие моменты. Поэтому сейчас буду завтракать. Камеру, наверное, надо поставить на зарядочку. Потому что сегодня я пойду по магазинам. Вам там что-нибудь подснимаю. И сегодня, думаю, смонтирую влог. И, блин, мне надо еще убраться. Или я завтра, наверное, уже буду убираться. В общем, надо распланировать свои выходные. По-утора, 8 утра я пока еще немножко не проснулась. Так, вот такая вот у меня яичница с мясом. Я уже выключила газ. Она сейчас немножко так поджарится. Я люблю такую немножко поджаристую. И делаю тут себе один тостик. Спасибо. Спасибо. Спасибо.